Сфера предпринимательства в регионе успешно развивается благодаря действию государственных программ. Так, в Каргалинском районе реализуются бизнес-проекты по различным направлениям. Отрадно, что вклад в экономическое развитие вносится и многодетными семьями, которые таким образом повышают собственное благосостояние. Кроме того, местные жители занимают свободные ниши в сфере услуг, открывают новые рабочие места. Развивать бизнес в сельской местности сейчас удобно и выгодно. Есть весомая государственная поддержка, льготные кредиты по низкой процентной ставке, безвозмездные гранты. Это в значительной степени способствует повышению числа экономически активного населения, улучшению качества жизни в глубинке. Бизнес-вумен из Бадамши Венеры Минжасарова с 2018 года занимается выпуском полуфабрикатов. Начинала в домашних условиях, когда супруг попал под сокращение, а сама предпринимательница находилась в положении. Я говорю мужу, давай что-нибудь делать. Раз у нас заработка нет, квартиру мы снимали на тот момент, и мы начали заниматься полуфабрикатами. Это мой опыт, я работала раньше в кулинарии в городе, в Актюбинске, и вот этот опыт мне пригодился, и я начала заниматься домашним полуфабрикатом. У нас было два магазина, куда мы распространяли это все. В Каргалинском районе Батамше. Начинали вот с дома, сначала чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот 4 года прошло. Сейчас вот через Аула Монад я взяла кредит, 3 миллиона 970 сумма. Вот на эту сумму я приобрела морозильник, тестомес, холодильники, шоковая заморозка, но шоковая заморозка еще доставки не было, 5-го часа, вот декабря будет доставка. Весы, все, то, что нужно, все взяла. Вот сейчас работаю, вот месяц как мы открылись, вот недавно, неделю назад у нас было открыто, открытие, что весь поселок знал, что мы уже здесь. Сейчас мама двоих детей развивает семейный бизнес в арендованном помещении, выпуская не менее 10 видов полуфабрикатов. Это пельмени, тефтели, голубцы, фаршированный перец, различные виды салатов и другую продукцию. Помимо того, что я их замораживаю, я еще в готовом виде предоставляю продукцию обеды, вот отправляю, доставку делаю, доставку делаю, да, в организации, вот, которые заказывают. В день мы лепим по 10 килограмм пельменей, 15 килограмм манты лепим, это в день мы лепим. Вот, а так в основном можно сказать, что в общем взять 45 выходит у нас, в общем мы в день 45 килограмм всего. Дальнейшие планы это у нас взять свое помещение, вот, и дальше уже реализоваться в другие районы, поселки, вот. То есть в этом же направлении? Да, в этом же направлении. Это вот как я хотела, я сама мечтала, чтобы у меня был свой кулинария, свой полуфабрикат, ну, чтобы вот это я осуществляюсь. А подопшинец Серик Айкунов, глава большой семьи, где воспитывается шестеро детей. Вместе с супругой, всерьез задумавшись о будущем своих детей, они решили начать собственное дело в сфере услуг, а именно запустить автомойку. Знакомым посоветовал воспользоваться возможностями проекта «Постау-бизнес». Я обратился в местную здесь вот администрацию, мне сказали условия, какие нужны были, мы с женой посоветовались и решили попробовать. Попробовать, тоже думали, какой вид бизнеса избрать, ну, пришли такое мнение, что вот у нас, как бы в нашем районе, как бы сфера обслуживания, она как бы, ну, необходима. И пришли такое решение, что мойка, как мойка машин, это будет самый, как бы для нас вариант хороший, где можно заниматься семейным бизнесом. Можно жена заниматься, я заниматься могу там, дети могут мои заниматься, вот, что и произошло. И вот, в дальнейшем мы это, как бы, все это решили, обратились, написали бизнес-проект, закончили онлайн-обучение по бизнес-басталу. Получив сертификат, комиссия одобрила семейный бизнес. В результате был получен безвозмездный грант на сумму свыше 1 миллиона 380 тысяч тенге. Уже на собственные средства возвели боксы под автомойку. И с конца августа, начало сентября объект начал ежедневную работу с 9 утра и порой до 11 вечера. У нас только работает один бокс, у нас вообще здание построено на три поста. То есть два поста моечных и один пост, это химчистка, деталинка. Ну, пока, как бы сказать, средств не хватает нам, чтобы запустить три поста. У нас пока работает один пост. Но планы запустить все три, да? Ну, желание, конечно, да, чтобы как бы полноценное, мы могли ощутить планы свои, да, все. И поэтому пока вот один пост у нас работает, где-то в среднем 10 машин, 8 машин в день. Вообще мы хотели сферу, сферу как бы клиника, клиника такая, ну, это как бы направление, это значит обслуживать не только машины. Ну, там, допустим, химчистка там, паласов, еще там ковров там, еще и хотели, конечно, развиваться. Сейчас мы, как бы, стираем паласы, но у нас нету помещений, где можно было отдельных там сушить. И думали, тоже планировали, чтобы дополнительно еще построить для, вот, для, ну, стирки паласов тоже здание. Перспектив есть, да. Каргалинские предприниматели активно занимают самые разные ниши в бизнесе. Тем самым у жителей есть возможность, не выезжая в областной центр, пользоваться услугами. В свою очередь, местные бизнесмены могут не только реализовывать новые проекты, но и развивать имеющиеся. Благо, поддержка со стороны государства весомая. На сегодняшний день предприниматели активно участвуют в госпрограммах, одна из которых является дорожная карта бизнеса. Пять проектов на сегодня уже профинансированы на сумму 354 миллиона тенге. Также большим спросом среди населения является программа Аула Монат. 196 проектов уже подали свои заявки, из которых 189 получили одобрение и 181 профинансировано. Общая сумма финансирования составляет 733 миллион тенге. Среди населения в основном у нас реализованы такие проекты, как птицеводство, растеневодство, малый и средний бизнес. Сейчас еще дополнительно включили сферу животноводства, заявки имеются, программа действительно эффективна. Отметив всего по району, зарегистрировано 1336 субъектов малого и среднего бизнеса. 1269 из них это действующие предприниматели. Николай Сыровов, Жанна Дельсагиев, телеканал АкТУБЕ.